Восемь месяцев практически непрерывного обучения. Два потока, шесть модулей и 161 участник. В программу попали далеко не все желающие. Сначала их ждал многоступенчатый строгий отбор, где оценивался управленческий опыт, работа на территории муниципалитета, личностно-профессиональные качества. В итоге в школу мэров от Карачаева-Черкесии вошёл Мурадин Табишев, заместитель главы администрации Адыгехабльского района. Я был очень рад, что я попал в число обучающихся по этой программе. И я надеюсь, что это принесёт пользу для населения, для молодёжи и в дальнейшем отразится качество на моей работе. Мне посчастливилось, что я попал на первый поток обучения. То есть от республики отбирался один человек. Это федеральный проект, который был разработан президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Это вообще школа мэров. Это фундаментальный подход, апробация новой системы управления кадрами в муниципальной службе. То есть во время обучения мы ездили по разным регионам, обучались и видели их практики. Участники в результате обучения не только освоили передовые управленческие практики, но и разработали новые проекты, направленные на повышение качества жизни в муниципалитете. На протяжении всей работы мы выбрали проблему, которую мы должны и должны были из этой проблемы выбрать процесс, который мы должны были совершенствовать или модернизировать. То есть я почему выбрал тему молодёжи? Потому что у нас в республике 24-й год указом главы нашей республики, Решилин Борисовичем тем образом был объявлен Годом молодёжи. И выбор проблемы и процесса для совершенствования был не случайен. И я выбрал тему совершенствования процесса учёта мнения молодёжи при реализации планов мероприятий и благоустройства территорий. Накануне в Доме культуры Адыгихабльского района Мурадин представил результаты своего проекта. Он акцентировал внимание на проблемах социальной интеграции молодёжи и низкой степени её вовлечённости в социальную и общественную жизнь района. А также подробно рассказал о проделанной работе и самой программе. Рада, что наш замглавы администрации Адыгихабльского муниципального района и наш куратор отдела культуры стал участником программы «Школа мэров». Сегодня вот как раз у нас прошла встреча в Доме культуры. И те знания, которые получил Мурадин Муратович, передаёт нам. Это новый подход, это новые знания и технологии. И мы понимаем в очередной раз, что эта программа была полезной. И очень надеемся, что все наши планы и наши идеи будут реализованы ещё лучше и эффективнее. Без постоянного совершенствования невозможное движение вперёд. Школа мэров появилась как ответ на запрос самого муниципального сообщества, их стремление к развитию и повышению компетенции. Участники школы знакомились с лучшими практиками и разрабатывали собственные управленческие решения. В результате были созданы проекты, имеющие прикладную ценность. Подтверждение тому – охват широкого спектра направлений – от ЖКХ и транспорта до социальной поддержки и привлечения инвестиций. Обучение было периодически и сложное, и лёгкая теория. Теория тяжело давалась, но когда ты видишь на практике, выезжая в такие же муниципалитеты, как наш, уже легче материал, уже легче усваивается. Одной из лучших практик, которую мы увидели за время обучения, это в Южно-Сахалинске разработана такая методика стандартизации всех систем, то есть бережливого производства. У них единственное по Российской Федерации есть Министерство бережливых технологий. То есть у них есть стандарт работы. И эту методику я взял себе на вооружение и пытаюсь внедрить, чтобы все уровни нашей работы, все работники были стандартизированы. То есть они знали, куда стремиться, что делать в своей работе. Напомним, что программы развития разработаны и реализуются Высшие школы госуправления Российской академии народного хозяйства и госслужбы совместно с администрацией президента. Проект школа мэров уникален своей практической направленностью и стал ответом на запрос о повышении профессионального уровня руководителей специалистов, способных реализовывать проект развития муниципальных образований для повышения качества жизни населения. Элина Остежева и Мурат Кемрюгов, Архейс, 24.